Ирина Лукина Ирина Лукина Ирина Лукина В советское время начало мая всегда начиналось с этой песни. И хотя впервые она прозвучала еще в начале 30-х в фильме «Встречный», песня эта надолго стала олицетворением счастливой жизни, неразделимой с победами в социалистическом соревновании. Каждый раз она настраивала на позитив. И радость поет, не скончая, и песня на встречу идет, и люди смеются встречая, и встречное солнце встает. Стоячие и правые, покрыть меня, страна встает со славою на встречу дня. 1930-е начинало большое десятилетие, где основной задачей становилось наступление социализма по всему фронту. Страна превращалась в большую строительную площадку, на которой стали появляться новые города и поселки. Газета «Псковский набат» неустанно пишет о выполнении промфинплана, об укреплении производственной дисциплины. Одним словом, новый день рождался в буднях великих строек, и, как пелась песня, ни в море, ни на суше не было преград. Песня «Псковский набат» Нам нет преград, ни в море, ни на суше, Нам не страшны ни леды, ни облака. «Псковский набат» Морж энтузиастов – тоже творческое детище 30-х годов. Точная дата создания песни неизвестна. По одним источникам она написана в 1936 году и звучала в фильме «Светлый путь», который был посвящен движению стахановцев в ткацкой промышленности середины 30-х годов. Но вот что интересно, она в течение долгого времени тоже начинала первомайское утро в стране. Вообще 30-е годы, время развития в стране медицины и образования, библиотек, детских садов, пионерских лагерей. Каждый верил, что у него есть все возможности для осуществления любой мечты во всех сферах жизни. Широко применялась сдельная оплата труда, а за сохранность механизмов, экономию электроэнергии, топлива, сырья, материалов полагались премии. Вводилось в практику премирование за перевыполнение плана, за снижение себестоимости, за выпуск продукции повышенного качества. Это все 30-е. Именно в 1930-м начала работать Псковская теплоэлектростанция. Ее ждали два года, и в конце июня уже не было таких больших ограничений в использовании электроэнергии. Дело в том, что до этого такие ограничения отражались на графике работы трамвая, на подаче электричества в жилые дома. Кстати, уличное освещение, которое до этого было только в центре Пскова, появилось и на других улицах города. «Нам ли стоять на месте, в своих дерзаниях всегда мы правы? В дробь наш есть дело чести, есть подвиг доблести и подвиг славы. В станку ли ты склоняешься, в скалу ли ты врубаешься? Мечта крылатая, мечта прекрасная, всегда зовет тебя вперед!» В архиве нашего областного радио я нашла воспоминания человека, который в 30-е годы работал на Псковской ТЭЦ. Это ее старейший работник Илья Васильевич Иванов. Все годы я работал на ТЭЦ, на нашей Псковской электростанции. Был техником, но кроме прямых обязанностей, чем только не приходилось заниматься. Энтузиазмом было хоть отбавляй. То участвовали в компании по мобилизации средств на обороне страны, то ездили в села, помогали организовывать уборку и сдачу льна. Выпускали там для колхозика стенную газету. Я тогда редактировал нашу стенную газету «Мотор» на электростанции. А у себя в организации устраивали специальные стахановские вечера. Директор выделял средства на угощение собравшихся. Интересно проводили мы эти вечера. Примеры левучих ударников. Кому костюм, кому пальто, кому деньги. Премии назначались по пятибалльной системе. Если у тебя на всех участках хорошо, высокие достижения, значит получаешь по пятибаллам. Решалось это на открытых собраниях. И уж если кто-то допустил где-то промашку, рабочие не пропустят и тут же срежут балл. Боролись мы тогда за экономию топлива, электромедии, за газоваринность. Только тогда ТЭЦ наша была маломощной и еле-еле обеспечила энергией город. Поэтому многие предприятия были вынуждены иметь свои передвижные электростанции. Насыщенные тридцатые. И снова песни, словно яркие плакаты, отражают дух того времени. Они не только прославляли труд, они объединяли, сплачивали. Идем, идем, веселые подруги, страна как мать зовет и любит нас. Везде нужны заботливые руки и наш хозяйский теплый женский глаз. А ну-ка, девушки, а ну, красавицы, пускай поет она страна. И звонкой песнею пускай прославятся среди героев наши имена. Пожалуй, символом единения народа тех лет стала известная скульптура Веры Мухиной «Рабочая колхозница», созданная для советского павильона на Всемирной выставке во Франции в 1937. В Париже был фурор. Фото этой скульптуры перепечатывали все ведущие газеты. И не случайно, ведь рабочие колхозницы олицетворяли людей страны, другой которой в мире не было. Женщина наравне с мужчиной стремилась к трудовым подвигам, читалась в скульптуре. И это было правдой. Имя Стахановки Паши Ангелиной гремело на всю страну. Создавались многочисленные женские клубы, где вырастали первые активистки, которые шли учиться на рабфаке, в вузы, получали путевки на заводы и фабрики. Для нас пути открыты все на свете, И свой поклон приносит нам земля. Растут цветы, и радуются дети, И колосятся тучные поля. А ну-ка, девушки, а ну, красавицы, Пускай поет она страна. И звонкой песней пускай прославятся Среди героев наши имена. Призыв Стахановки Паши Ангелиной к женщинам садиться за трактор был подхвачен по всей стране. Наша область не исключение, конечно же. И ведь добивались замечательных результатов. Так трактористка Грибской МТС Клавдия Степанова при норме 3 гектара пахала на тракторе до 7 гектаров пашни. Газеты писали, что за отличные трудовые показатели она и Екатерина Иванова были награждены именными часами. А еще газеты писали, что отличные образцы труда показывали и трактористы Славковской МТС из бригады Таисии Евдокимовой. Все те же газеты писали, что в этой бригаде выросли известные стахановки, льнотеребильщица Глафира Матвеева и трактористка Евгения Юшкевич. Пропаганда работала каждый день. И уже с утра новости говорили о достижениях стахановцев, советских летчиков, полярников. Их примеры должны были вдохновить на новые подвиги в деле построения социализма всех, кого объединяла страна. И о ней с гордостью пели. О ее лесах, морях и реках. И появился плакат, который так и назывался «Широка страна моя родная». А песня, написанная в то время для одного из первых советских звуковых фильмов «Цирк» композитором Дунаевским на слова Лебедева-Кумача, она так называлась, песня о родине, так вот, она на долгие годы стала своеобразной визитной карточкой большой страны. ПЕСНЯ 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 Сквозь время. Из фондов нашего радио. Субтитры создавал DimaTorzok